всем привет сегодня у нас в рубрике обзор стиля я решил продолжить тематику американских направлений или американских вот этих вот систем по выкачиванию денег из людей в данном случае у нас примерно такой же блин соловьев или рябко только американского производства который можно сказать преподает супер бесконтактный стиль ну тут бесконтактным его фиг назовешь потому что он все-таки касается тела человека он преподает направление которое якобы использует систему надавливание воздействия на болевые центры человека с использованием энергии ци ну и конечно же у него есть свои вот эти вот товарищи которые подыгрывают ему так же как у рябко вот этот вот мужик есть там усатый блин вечно блин падает и чуть ли не в истерике и сознание теряет также и у этого мужика только у этого мужика есть несколько ассистентов которые ему подыгрывают вот посмотрите внимательно если девушка взяла его вот так вот в замок за пальцы зачем она его бьет по шее достаточно было просто вывернуть палец и человек все твой он стоит на коленях но нет же блин показывается техника воздействия на болевые точки ну ну вот знаете иногда когда я смотрю такие вот видео меня поражает то что люди приходящие в такие секции они действительно верят то что им преподают они верят в то что они платят деньги за какое-то секретное обучение за какое-то секретное искусство и вот такие вот сенсей или инструктора вот смотрите опять вот тот же самый мужик в дзюдошном кимоно тот же самый мужик наверное у него лучше получается корчить из себя человека в бессознательном состоянии вот смотрите еще раз ох ты елки-палки все убил убил вы знаете вот честно сказать вот честно сказать систему рябко систему старого уже давным-давно раскритиковали в пух и прах уже разобрали по частям по гвоздикам что это полнейшая туфта также как система кадрышникова а вот в америке блин наверное люди блин у них наверное много денег поэтому они платят всяким вот остолопом за то что те преподают им непонятно что опять же для чего вот это вот делается для чего это делается для того чтобы наверное выкачивать деньги из доверчивых людей которые хотят действительно чему-то научиться потому что америка это все-таки как-никак это страна как раньше говорил михаил задорнов страна идиотов страна идиократии в которой люди не знают куда можно потратить свои заработанные деньги вот сейчас был момент вот сейчас был момент когда он надавил мужик пальцем ему сюда под горло но такого эффекта от этого надавливания никогда не происходит ну никогда блин потому что прекрасно человек прекрасно осведомлен о том если он занимается каратэ восточными единоборствами что от такого давления на основание шеи человека но не будет такого эффекта вот просто вот просто смотрите вот ну неужели блин неужели люди действительно считают что они вот у таких вот сэнсеев научатся чему-то полезному чему-то умному что действительно сможет их защитить на улице удар в висок посмотрите удар в висок ребром ладони с большим пальцем уже только за это у него отняли бы здесь к примеру в европе у этого человека уже только за вот это вот движение отняли бы лицензию тренера потому что удар в висок является запрещенным он может привести к смертельному исходу но в америке наверное он приводит к пополнению вашего кошелька они к смертельному исходу ну и конечно же люди он елки-палки заплатившие сумасшедшие деньги за вот это вот готовы это хавать извините за выражение они просто они просто готовы балдеть от того что им показывают ну как вам сказать вот сейчас надавливание под коленную чашечку во первых здесь находятся лимфоузлы до помимо лимфоузлов есть конечно болевые точки но именно такого эффекта от легкого удара кулаком под коленную чашечку а потом еще нужно бить якобы по основанию затылка чтобы человек пришел себя но это полнейший бред и вот знаете вот это вот тоже вот такие вот да молодец лови бабца хорошо сработал но вот еще один гуру из из этой же серии из этой же секции который показывает удар в нижнюю часть в нижнюю область живота не в паховую область а в нижнюю область живота находится выше якобы мужик тоже упал и все вот еще но елки вы знаете это просто цирк это просто цирк у нас тут недалеко есть конечно закрытая территория на этой закрытой территории находится штатовская военная база так вот когда-то когда-то сейчас я вам скажу лет по моему 18 назад я с одним человеком чисто по случайность по суд действительно по воле случая как получилось к нам в стрелковый клуб пришел один мужик он там там тоже отстреливался и разговорились он сказал что у америкосов он будет ему нужен ассистент для того чтобы помочь тянуть компьютерную сеть там перекладывали новые кабеля ну это ты как программист говорит и одну программист это одно а сетевой администратор совсем другое ну неважно как я тебя запишу как моего ассистента хочешь посмотреть как они там живут ну а почему бы нет поехали и вот приехали мы в эту закрытую контору получили пропуска все он меня записал действительно как своего ассистента мы приехали в эту контору чтобы тянуть новые кабеля на компьютерной сети и там как раз занимались с рекрутами подготовительно вот это вот лагеря для иностранного легиона когда я посмотрел все так галиматью я начал смеяться блин и сказал вот этому чуваку блин слушай ну вот идиотизм вот примерно ребята вот то же самое примерно то же самое что показывает сейчас здесь на экране игры на дашь полный идиотизм елки ну так же никто не действует и этот человек потом за замолвил за меня слово инструктор вышел сказал это что ты можешь самое ну что-то могу и я показал ему освобождение от захвата за грудки причем показал так что этот человек был в шоке блин он обиделся что его побили блин все-таки как-никак сержант американской армии это не хухры мухры но после этого меня полгода приглашали блин по контракту у них работать инструктором для рекрутов иностранного легиона вот к чему я это говорю то что обычная чисто ударная техника обычная техника захватов из того же хапкидо или из того же айкидзюцу намного блин эффективнее вот этой вот дряни которую показывают вам на экране ну да удар ладонью в лоб ну и что если ты человек занимающийся 20-30 лет восточными ненаборствами то ты не будешь себя вести вот так вот как вот этот вот клоун блин на экране ну знаете честно сказать ребята честно сказать я блин ну нету слов в общем я надеюсь что этот цирк вызвал у вас такие же положительные эмоции как у меня не забудьте подписаться на этот канал